Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и Аскфатима. И сегодня мы снимаем для вас очередное новое видео. Это будет вторая часть. Пробуем 15 упаковок чипс. Первая часть на моем канале. Ссылка будет внизу под видео. Можете переходить и смотреть это видео. Также я закреплю ссылку в комментариях, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Аскфатимы. В прошлом видео вы в комментариях говорили, что мы шуршим пакетами, поэтому в этом видео я буду эти моменты вырезать. Также мы приготовили тарелочку, на которую мы будем выкладывать все чипсы, чтобы по минимуму было шума. Итак, с чего мы начнем? Хочу отметить, кстати, тот момент, что я пыталась взять разные. То есть те чипсы, которые были в прошлом видео, здесь их уже нет. Ну как же без Лейса? Ну это обижаешь. Давайте с Читаса я начну, пожалуй. А я с Лейс сыром который. Аккуратно высыпаю. А это не Читаса, это чипси. Это азербайджанские чипсы, которые не хрустят. Попробуй. Я, конечно, патриотка, но эти чипсы мне не очень нравятся. М-м-м, очень вкусно. Да. Лейс супер. Будем выбирать самые вкусные сегодня. Ну, по твоему мнению, по-моему, давай. Лейс с сыром супер. Очень вкусно. Лейс больше хрустит, чем чипси. Но здесь очень много приправ. Я думаю, что это очень вредно. Это очень вкусно. Попробуй. Чем-то напоминает лейс паприка. Мне не хватает хруста здесь. Они острые. Я не люблю лейс с паприкой, а это чипси с паприкой. Перец. Написано еще. И паприка. Такие видео обязательно нужно запивать водой. Ваше здоровье. Кстати, вы часто предлагаете нам челлендж, где мы не запиваем. Думаем. Надо снять такое видео. Это будет непросто, так как сейчас лето, к тому же. Вообще, летом снимать видео про еду намного сложнее сыграть. Согласитесь. Надо дальше пробовать. Я думаю, что здесь выигрывает лейс. Да, с сыром. Слава богу, ты согласилась со мной. Все-таки лейс умеет делать чипсы. Кто бы что ни говорил, кто бы ни пытался быть на них похожими, они профи. Это видео ASMR получается. Микрофон прям под ртом. И мы пристим. Следующее, что мы будем пробовать, это чипси. Это не чипсы, правда. Это кукурузные палочки. Всю жизнь я считала чипсы. Это кукурузные палочки. Это кукурузные палочки. Я их обожаю. Я их насыпала. Это очень вкусно. Вкусно, но не вкуснее, чем лейс. Согласись. Ну, очень вкусно. Что-то мне не хватает у них. У меня всего хватает, они вкуснее, чем лейс для меня. Так же они есть в разных, кстати, формах. В форме кружочков. Я люблю кружочки. Раньше у фирмы Aldozo были сырные шарики. Такие же, такой план. В очень короткое время они были у нас в маркетах и сразу исчезли. Давай еще, еще одни чипсы откроем. Эти немножко отличаются. Они в форме просто палочи, как картошка фри. Да, очень напоминают картошку фри. Они точь в точь похожи на картошку фри. Посмотрите. Один в один картошка фри. Какой хруст. Асай и майон веки, отлично. Ну что, кто твой фаворит из этих четверых? Первый чипс. А твой? Лейс? Лейс. Посмотрим дальше. Предлагаю открыть Aldozo. Давай. Это прибалтийские чипсы. Эти чипсы в данный момент очень сложно найти в Азербайджане. Я их купила в Арасмаркете, если кому интересно. А это Доритес. Я открываю их. Это не самое мое любимое чипсы от Aldozo. В детстве я больше всего любила сырные, но их, к сожалению, не было. Были только классические, но они у всех брендов одинаковые. Я решила взять такие вот с зеленью. Вообще, мне очень нравятся рифленые. Да, они клевые. Очень вкусно. Вкус чеснока чувствуется. И лука. Скорее лука, чем чеснока. Хотя я ненавижу лук, но эти чипсы это произведение искусства. Они клевые. Но очень соленые. Я обожаю все соленое. Ты должна еще попробовать Доритес. Реально, вот прям запах лука. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете о видео АСМР. Если вам нравится, дайте нам знать. Мы хотим попробовать себя вообще в этой ролике. Да, вообще нравятся вам такие ролики? Смотрите вы таких блогеров или нет? Очень соленые. Перебор соли. Когда подряд несколько штук ешь, чувствуешь, что очень соленые. Где мои Доритес? Нишушим. Все, да, я все. Ты все хочешь съесть? Да. В детстве это были мои любимые чипсы. Доритес в такой вот пачке. Я сказала, не шуршили. Извините. На моем канале меня просто захейтили за этот шерест. Давайте попробуем другую упаковку Доритеса. По-моему, они с перцем. Они с помидором. С томатом. Вот так вот выглядит упаковка. Вообще, это марка все чипсы производит в форме треугольника, по-моему. Да, но у этих немного другая форма. Ты сейчас видишь. Пробуем, значит, эти чипсы. Выглядят они очень странным образом. Такое ощущение, что на чипсах образовалась плесень. Это не плесень, это мак. Мак? Они сладкие. Ты не ела такие? Не нравится? Вообще невкусно. А мне нравится. Чипсы должны быть солеными. Эти же что-то между сладким и соленым. Ну, любите я. Пока что мой фаворит это лейс. Обязательно, кстати, пишите в комментариях, а какие чипсы любите вы. Любите ли вообще чипсы? Невозможно не любить, согласитесь. Но есть люди, которые не любят чипсы. Я им завидую, на самом деле, потому что это очень вредно для здоровья. Поэтому старайтесь как можно реже позволять себе вот именно чипсы. Чипсы это хуже, чем фастфуд, чем бургер и все такое. Это один вред. Далее, значит, следующая упаковка. Это чипсы с... Классическим. Без ничего, то есть с солью? Да, с солью. Азербайджанского производства. Которую не нужно есть. Здесь в упаковке всего-то навсего три чипсули. Реально, что ли? Да, все закончилось. Да ладно. Ну, они стоили копейки. Это издевательство, что ли? Я посмотрю, я не верю. Да реально, здесь штук пять. Реально их можно пересчитать. Я вам клянусь, сколько они стоили? Сколько копеек? Не помню, очень дешево они стоили. Ну, на пробу классно. После чипсов от Лейс и от других ферм у них мало хруста. То есть они не хрустящие. Лейс очень классно хрустят. Эти практически не хрустят. По сравнению с Лейс. А так вкус нормальный. Да, неплохо. Вот хотел сказать. Мы столько всего попробовали. Кто является твоим фаворитом? Моим фаворитом Доридес. Зелененький. Любимые чипсы детства. А мне больше всего нравится Лейс. С сыром. С сыром. Но сейчас мы попробуем Лейс и с другими вкусами. Это значит со вкусом шашлыка. Мы в прошлом видео, по-моему, не пробовали со вкусом шашлыка. Пробовали, по-моему. Не было? Да, наверное, было. Божественно. Это прям шашлыком пахнет. Ты просто послушай аромат. Ну, на любителя. Немножко такой запах костра. Да, я в тот раз сказала, что с запахом дымка эти чипсы. Это немножко такой минус, но хрустят классно. Переходите по ссылке на мой канал. Ты все перескажешь, а потом смотреть не буду твое видео. Есть вот такие вот чипсы. Они супер-пупер дешевые. Айсу называются эти чипсы. Они стоят, по-моему, 10 копеек. Честно? Да, я даже не знаю, безопасно их есть. Давай по одной штуке. Ты где не открываешь, там одна штука. Много не высыпай. Это, кстати, фирма еды. Ой, фирма воды. У них есть вода. Да. А, наша любимая. Соевые чипсы. Какие-то ватные. Как будто это вата. Мы такое не любим. Сразу нет. Откладывай в сторону. Конечно, мы очень хотим поддержать отечественного производителя. Но, извините, не получается. Я лучше поддержу чипсим, чем вот это. Провал. Я вам скажу, в азербайджанских чипсах от фирмы Чипсим, в больших упаковках довольно-таки много чипсов. То есть, туда они не пожалели. Почему в маленьких 3 штуки, я не могу понять. Они стоят очень дешево. Но все равно могли бы. Ну, хотя бы не 5 штук. Следующий у нас лейс. Лейс с солью. Очень не люблю солью, если честно. Я люблю. Очень вкусно. Ты любишь все. Да. Как пишут нам в комментариях. Очень классно вкусят. Мне кажется, они что-то добавляют туда, чтобы они так хрустели. Потому что это нереально, чтобы настоящая картошка так хрустела. Или там другие добавки, кроме картошки. Ну, естественно, они там есть. В смысле, это не чисто картофельная масса. Это какая-то масса, смешанная с картофелем и с крахмалом. Поэтому они так хрустят. Возможно, преимущество наших отечественных чипсов от фирмы Чипсим в том, что они более натуральные. Поэтому они меньше хрустят. И еще Лейс очень мелко нарезанная картошка. Мне кажется, поэтому они так хрустят. Вот если сравнить, например. Вот посмотри. Да. Например, это азербайджанское производство Чипсим. А это Лейс. Смотри, Лейс насколько тоньше. Тоньше. Вот поэтому он хрустит. Здесь прям профиль видно, насколько они толще. Раза в три толще, чем чипсы от Лейс. Сколько видов мы уже попробовали? Почти все. Моя любимая фраза, а мы с вами двигаемся дальше. Здесь реально 15 видов, да? Я не считала. По-моему, 15. Мой любимый вкус это паприка Лейс. Ну, вышли новые. Это рифленые. Пробовала такие? Это с паприкой, но рифленые. Не помню, возможно, пробовала. И вот люблю такие большие, идеальные чипсы без подгорелых участков. Вот. Вот это размер. Вкусно. Как в рекламах бывает. Такое огромное. Берет вот так и может в рот засудать. Вот это вкус, согласись. Вот это я понимаю. Вот это жизнь. Но все равно Дорида слышит. Думаешь? Вот эти толще, но все равно хрустяда. Супер. Я думаю, что если бы я смогла найти Адазу с сыром, то тогда они бы победили. А так для меня фаворит Доридес. Итак, предпоследний. Это также паприка, но просто самая обычная. Лейс. Все значительно меньше они. Я их не очень-то люблю, скажу вам честно. Это любимые чипсы Айки. Обожаю. Ешь ты. Но больше мне понравились рифленые. Тоже от Лейс, тоже паприка, но рифленые. Теперь это твои любимые чипсы. Мне кажется, что чипсы с паприкой очень притерные. То есть там много приправы, много вкуса. А я люблю что-то более натуральное. Вот, например, посмотрите, для сравнения чипсы, которые с сыром от Лейс и которые с паприкой. Посмотрите, сколько здесь красителя. Это больше похоже на натуральную картошку. Поэтому я выбираю с сыром. Если выбирать из Лейса. А последнее, что у нас осталось на закуску, я решила взять сухарики. Это мои любимые сухарики от Хрустил. Вкус чего? Томат. Чем мне нравятся эти сухарики? Тем, что они мягкие. Они не портят зубки. Я в детстве пробовала сама делать сухарики. А я делаю сейчас. Из черного хлеба. Сверху Галина Бланка. Молодец. Хорошая идея. А я делаю обычную солью для салата Цезарь. Кстати, если вам интересно, правда, это канал Айки, но если вам интересно, мы можем что-нибудь приготовить. Неважно, на моем канале или на канале у Айки пишите. Хотели бы вы посмотреть про то, как мы готовим еду? Я уверена, что вам было бы интересно, поэтому мы с ним что-то такое. Да, нужно как-то разнообразить наш канал. Ну что ж, выбираем фаворита. Кто у тебя фаворит? Мое сердце завоевали лейс, паприка, рифленые. Они просто божественные. А мое дарились. А на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь также на мой канал. Ссылка будет внизу в описании. Также в комментариях обязательно ставьте колокольчик, чтобы быть уведомлены о наших новых видео. До новых встреч. Увидимся с вами скоро. Пока!